Я не думал, что есть место, где можно быть по-настоящему свободным, парить как птица в небе, ощущать мир и искреннюю радость в сердце и встречать рассвет с первыми лучами солнца. Кто был потерян, рождается заново, последний становится первым, когда его огонь наполняет тебя. Ты уже не можешь быть прежним. Достигай поколения, твори историю, утверждай его царство, зажигай огонь пробуждения. Будь тем, кем ты являешься от начала. Божья воля принести свободу во все сферы нашей жизни. Слава Богу! И я буду сегодня продолжать говорить на тему, кто такая женщина. Вы, наверное, уже слышали в прошлый раз, о чем мы говорили. И я буду говорить не только, кто такая женщина, кто и такой мужчина, конечно, кто такой человек. Почему Бог нас создал такими особенными и удивительными. И Он сказал, что вы не просто люди, человеки. Он сказал, вы мой образ и мое подобие. Это удивительно, что никому Бог об этом не сказал. Даже ангелам не сказал об этом. Он никому, никому не сказал. Он сказал только об этом кому? Человеку. Он говорит, я сотворил его по образу и подобию своему. Поэтому мы должны отображать Бога на этой земле. Как люди узнают о Боге? Они узнают, когда ты будешь знать Бога. Ты будешь отображать Бога на этой земле. И поэтому хочется поговорить сегодня и продолжить эту тему. И вы знаете, я начну говорить, наверное, с того, что Бог так удивительно создал, да, мы сегодня говорили и о церкви Ирина Ивановна тут говорила, да, и о том, и о храме. И действительно, ты понимаешь, вот Бог, Он нас создал особенными, потому что Он особенный. И мы должны понимать Его особенные планы, особенные пути. И Бог, знаете, Он так хочет, чтобы мы были независимыми, чтобы мы не были независимыми, а чтобы мы были какими? Зависимыми от кого? От Бога и друг от друга. От Бога и друг от друга, понимаете? Вот дух независимости – это всегда гордость, да. Мне никто не нужен, я никому не нужен, я могу сам, ничего мне не нужно. И это голос гордости. И помните, дьявол, он говорил, что я вот буду сам, я вот сам взойду, я вот сам сяду, я буду вот таким, я буду таким. Но, знаете, Бог говорит, что Он другой. Бог до того, написано, Себя смирил, что Он стал Сам, как человек. Представляете, вот Бог поставил Себя в зависимость от нас, от церкви. Он мог бы сделать все Сам, но Бог не хочет этого делать Сам. Он хочет это делать вместе с нами, Он хочет это делать через нас. Поэтому, когда мы познаем Бога, мы не пристаем удивляться, вот насколько Бог, как Он мыслит, как Он думает, что Он, почему Он так поступает. Нам нужно размышлять о Боге, друзья, нам нужно действительно понимать Бога, потому что, если мы Его не поймем, у нас не будет с Ним, так сказать, единомыслия, у нас не будет согласия. И мы даже не, и мы себя не поймем, то есть, не понимая Бога, мы и себя не поймем, почему именно Бог так устроил, почему Бог так создал, почему Бог говорит, что да, мы нужны друг другу, Он нужен нам. Ведь как Бог, Он самодостаточен, знаете, Бог самодостаточен. Он и начало, Он и конец, Он и то, Он и то, Он и то, у Него все есть. Но посмотрите, что Бог сделал, да? Бог поставил Себя так, что Он пришел к нам, Он создал нас. И даже сам Бог говорит, я при всем своем могуществе, я не хочу быть один. Я не хочу быть один. Да, у меня есть ангел, у меня есть то, у меня есть это, но. Вот я хочу, чтобы мы сейчас увидели и поняли, что да, Бог говорит, что не просто Он сказал, нехорошо быть человеку одному, помните, Он сказал? Он вообще говорит, нехорошо быть одному, в принципе. И Он сам не один. И ты знаешь, может быть, когда ты один, как-то проще тебе живется человеку. Вот он один, например, вот он живет один, у него нету семьи, у него нету жены, у него нету детей. И как бы кажется, что вроде бы ему легче может быть, да? Ну, там жена его не достает, дети его не достают, не надо тебе то, не надо тебе это. Но вы знаете, что одному Бог сказал быть как? Нехорошо. Нехорошо быть одному. И вот как бы нам, может быть, было нехорошо с кем-то даже, но Бог говорит, одному быть еще хуже. Еще хуже. Потому что, знаете, некоторые люди, они начинают там, ну, я часто слышу, как люди жалуются там на мужа, там на жену, там они жалуются, что там у них такая работа, у них там такая плохая квартира. И мне иногда хочется сказать, знаешь, у других нету даже такого мужа, вот как у тебя, вот такого плохого даже нет. Вообще никакого нет. Так тихо становится. Он говорит, у меня такая маленькая квартира, у меня там все, так кто. Ты знаешь, у кого-то вообще даже маленькой нету квартиры. И вот мы должны понять, что да, Бог нас помещает в такие условия не для того, чтобы мы роптали, а для того, чтобы мы доверяли Богу. Аминь. И то, что мы имеем, Бог говорит, ты должен научиться это ценить. Ценить, ценить, ценить Бога, ценить то, что Бог тебе дал. Потому что именно неблагодарные люди, они становятся самыми опасными. Неблагодарность, она рождает бунт, ведь дьявол, почему вот он дал, он был неблагодарен Богу, что Бог ему дал. Он сделал его вообще, кстати, самым лучшим ангелом, понимаете? Он был среди всех ангелов, он был номер один. И этого ему было мало, почему он был неблагодарен Богу. И он не хотел быть зависеть от Бога, он хотел сам. Но мы должны понять, что эта природа зла, она всегда хочет быть независимой ни от кого. Она хочет быть вот одна, вот никто меня пусть не трогает, пусть меня никто не касается, пусть меня никто не достает. Но Бог говорит, тогда ты будешь ненормальным. Потому что Бог говорит, это ненормально, когда ты один. Даже я один не хочу быть. Даже Бог сам говорит, я осознал человека, чтобы мне тоже не быть одному. Да, Он мне принес этот человек кучу проблем. Кучу головников мне принес этот человек, потому что вы знаете историю человечества, чего люди делают. Но вы знаете, Бог осознанно на это пошел. Почему? Потому что любовь, написано, она не ищет своего. То есть это не только его касается. Он понимал, что это будет касаться людей, это будет касаться будущего. Это будет касаться еще многих жизней. Будет происходить и то, и то, и то. И вы знаете, Богу это очень важно донести до нас. Потому что если мы не понимаем Бога, мы не понимаем, что Он делает, у нас всегда будут какие-то проблемы. Проблемы. Написано, что человек гибнет. Из-за чего вообще он гибнет? Из-за недостатка в виде. То есть понимания нету. И это приводит в тупик. Это приводит в погибели. Но когда приходит Бог, Он нам показывает свои планы, Он открывает нам свое сердце, Он открывает нам свою душу. И мы тогда начинаем понимать, вот, как дивно Он все устроил. Он все дивно устроил, друзья. И поэтому, когда мы начинаем вникать в Бога и понимать в Его совершенство, в совершенство Его планов, Его призвания, Его любви, Его творения, все начинает меняться. Потому что дьявол, он приносит тьму, он приносит огорчение, он приносит обиду, он приносит зависть. Я вам не буду рассказывать, что приносит дьявол. Для чего? Чтобы изолировать тебя. Правда? Ведь когда ты обижен на кого-то, ты не хочешь видеть этого, ты не хочешь слышать того, ты не хочешь быть там. И это тебя делает несвободным. Ты понимаешь? Но когда Бог наполняет тебя, Он говорит, люби своих врагов, прощай и так далее, это делает тебя свободным и сильным. Потому что это сильный написано. Он делает все произвольно. То есть обиженный, Он не может много чего сделать. Завистливый тоже, чем много не может. Он не прощает тоже. Вот Он сидит в этой своей тюрьме, в своих рамках, и Он мучается, и Он злится на всех. Но Иисус говорит, Я же пришел вас отпустить. Я пришел вас освободить. Я хочу вам показать ту картину мира человека, которая есть в моем оригинальном Божьем плане. И поэтому мы вникаем в Писание написано. Мы должны вникать, углубляться, познавать, исследовать. Не просто почитывать Библию иногда. Но если мы не вникаем в нее, то она и не открывается. Потому что вникнуть – это как будто пойти туда на глубину. Это как будто пойти туда не просто по поверхности где-то пройтись. Это как ученые, как исследователи. Вот поговори, например, с каким-то исследователем насчет, например, воды. Он тебе такое про воду расскажет, что я ее пью каждый день, моюсь этой водой. И ты даже не понимаешь, что такое вода. Потому что мы как бы поверхностно знаем об этом. Но если ты вникаешь в какой-то предмет, там открывается целый мир. И мы сегодня говорим о мужчине, о женщине. Это тоже целый мир. Это целый океан такой. И просто поверхностные взгляды на человека, на отношения человека с Богом, на отношения мужчины и женщины. Когда они поверхностные, они обычно не развиваются. Потому что поверхностные люди, они очень ограниченные. И поэтому Бог говорит, что есть много чего в этом мире мы должны познавать. Но самое главное, мы должны познавать Бога и познавать себя. Вникай, написано, в себя и в Писание. И занимайся этим постоянным. То есть есть сферы, в которых мы должны постоянно этим заниматься. Да, ты скажешь, я там пытался заниматься. Надо продолжать. Надо продолжать. Потому что дальше будет еще лучше и интереснее. И вы знаете, вот что нам говорит Слово Божье, да? Вот почему Бог много говорит о смирении, например. Потому что смирение делает нас другими. Вот если в нашей жизни не будет смирения, мы не будем меняться. Или почему многие люди не меняются? Они не смиряются. И в их жизни нет изменений. Но когда мы смиряемся, мы исполняем волю Божию, мы тогда меняемся, правда? И Бог заинтересован в наших переменах, правда? Он заинтересован в переменах наших отношений. И все, в чем Бог заинтересован, Он это нам объясняет. Он нам об этом говорит. И где Он это еще нам усиливает? В церкви, правда? Потому что мы здесь не говорим просто о том, как построить, например, какой-то гараж или еще что-то. О чем мы здесь говорим? Мы говорим в церкви о том, о чем вообще в мире люди обычно не говорят даже. Поэтому это особенное и уникальное место. Бог сказал, да, церковь – это уникальное место. И в церкви мы говорим на такие темы, где ты по телевизору не услышишь, в книжках не прочитаешь. Об этом обычно никто не говорит. Люди говорят о других вещах. Но когда мы не говорим о Божьих вещах, мы теряем картину мира. Мы теряем вообще смысл, предназначение того, что создал Господь. И поэтому Бог говорит, что духовный Он может рассуждать обо всем. Почему? Потому что Он смотрит с позиции Бога. И когда ты смотришь с позиции Бога, в тебе начинаются перемены. Ты осознаешь, потому что Он – оригинальный автор и создатель человека. Его отношений, его замыслов. Когда ты это понимаешь, тогда ты понимаешь, как все устроено и как оно должно работать и действовать. И для этого нам нужно смирение. Смотрите, вот филиппинцам написано. Ничего не делайте по любопрению или тщеславию. Вот как написано, да? Ничего не делайте. Ну, такое слово «любопрение». Как вы думаете, что такое слово «любопрение»? Что ты прешь, да? Или как? Любопрение. Ну, есть у нас такие слова, которые, может, не совсем сейчас понятны. Но если посмотреть в переводы и расширенное толкование, это будет сказано так. Ничего не делайте из эгоизма. Ничего не делайте из соперничества. Ничего не делайте из гордости. Ничего не делайте из зависти. Почему? Потому что ничего хорошего не получится, если вы будете делать именно из этого состояния. Но, написано, «Но посмиренно мудрию почитайте один другого высшим себя». Ну, это же трудно, ты скажешь. Ну, как кого-то почитать высшим себя? Я же высший, я же пуп земли, да? Я же все. Нет. Бог говорит, что если мы не поймем принцип смирения, в наших отношениях всегда будут проблемы. И в отношениях с Богом, и в отношениях с людьми. Потому что здесь написано, «Ничего не делайте из гордости», да? Если так суммировать. Но как делайте? Но посмиренно мудрию. То есть в мудрости есть что? Смирение. Это слово «смиренно мудрия». Вот интересное слово, которое говорит, что когда у тебя есть понимание смирения, ты по-другому относишься к другим людям. Потому что обычный человек, да, он считает себя лучше других. Аминь, ты это можешь сказать? Мы всегда себя считаем лучше других. Мы считаем, что у нас самое правильное мнение, у нас самое правильное понимание. И это всегда создает определенную что? Стену. Стену. Потому что ты смотришь на человека как бы снизу что? Сверху вниз. А что тебе говорит Бог? Как надо смотреть? А он говорит совершенно по-другому. Снизу вверх. Не сверху вниз, что кто это там сказал? Кто это здесь? Нет, когда ты смотришь по-другому, то Бог говорит, вот это правильное состояние, правильный взгляд. Почему? Потому что Бог говорит, по-другому ты много чего не поймешь. Вот смотрите, дьявол, что он захотел? Он захотел быть выше всех, лучше всех, умнее всех, и ему никому не нужен. Когда мы смотрим как бы с высоты на всех, то люди это просто тогда букашки какие-то, просто никто. Но когда мы смотрим снизу вверх, то тогда мы видим что-то совершенно другая, картина. И поэтому он сказал, ничего не делайте из гордости, из зависти, из соперничества. Но как вы должны поступать? По смиренно, мудрю, почитайте один другого высшим себя. Знаете, почему я об этом говорю? Потому что если говорить об отношениях мужчины и женщины, без этого мы не обойдемся. В семье мы без этого не обойдемся. Потому что если ты считаешь себя высшим, лучшим, и ты имеешь право делать то, что не может делать другой, это всегда будет приводить к чему? К конфликтам, не к непониманию. Аминь? И поэтому Писание нам говорит, как там поступать, как нам жить, как нам делать. И дальше написано, что не о себе, только каждый заботься, но и о чем еще? Но и о других. Знаешь, когда у человека гипертрофированный такой эгоизм, когда я самое большое, ему никто не нужен. К чему мы приходим? То есть мне никто не нужен. Он ни о ком не хочет заботиться. Почему? Потому что он себя считает самым важным, самым главным. Зачем я буду о ком-то еще заботиться? Зачем мне еще кто-то нужен? Но мы понимаем, что это не взгляд Бога. Правильно? Это не взгляд Слова Божьего. Слово Божье нам говорит, как нам нужно относиться друг к другу, как нам надо относиться к мужу, к жене, вообще к людям, как нам нужно относиться. И поэтому написано не о себе только. Это не говорится, что ты о себе не должен. Нет, ты должен. Но он говорит, не забывай, что еще кто-то есть. Еще кто-то есть в твоей семье, в твоем доме, аминь, в церкви и так далее, в этом обществе. И что он говорит? Но и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. То есть, о чем речь? Это образ и подобие Бога. Аминь. То есть, вы никогда не станете отображать Бога, если вы не поймете, что Бог так мыслит. Что Бог мыслит другими категориями, что Бог по-другому смотрит. И он говорит, в вас должны быть эти чувствования. В другом переводе написано, у вас должно быть мышление Иисуса. То есть, Иисус так мыслит. Это его образ мыслей. Образ мыслей дьявола другой. Я самый лучший, я самый главный, мне никто не нужен и так далее, и так далее. Но это не Бог. Это не Бог. И это не приведет нас ни к чему хорошему, так же, как это дьявола привело к падению. Аминь. И поэтому, о чем мы говорим? Да, чтобы были хорошие отношения, это не просто молитва. Помолитесь за моего мужа или помолитесь за мою жену. И да, конечно, мы помолимся. Но ты должен понять, что этот механизм работает не только из-за молитвы. Он работает из-за твоего отношения. Отношения работают из-за твоего мышления. И поэтому здесь написано, если у вас будут мысли, как у Иисуса Христа, как Он мыслит, как Он думает, как Он относится, тогда начнет работать Божий механизм благословения. Благодати. Аллилуйя, скажи. И Он говорит, не только каждое себе, но как еще? О другом. Ибо вас должны быть. Знаешь, Бог, Он не просто как бы вот в этом случае, Он говорит, ну, может иметь, может и не иметь. Он говорит, нет, это вообще должно быть. Слово «должен», а о чем оно говорит? Это повеление, правда? Это приказ даже такой. Говорит, если вы этого, ребята, не поймете, что мы сейчас будем говорить о мужчине, о женщине? Ничего не сдвинется. Ничего не изменится. Вы вот какими были, такими и останетесь. Но когда вы начнете по-другому думать, по-другому как? Как Иисус. И здесь написано, как Иисус думал, да? Как Он поступал? Говорит, «И Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богом, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеку и по виду став как человек». Ты знаешь, для Бога не стыдно было смиреться? Для Бога не стыдно было одеться в нашу одежду? Представляешь, я бы дал тебе какую-нибудь одежду, я не знаю, какую тебе одежду дать. Одежду там дворника. Ну, к примеру, просто сказать, да что бы я это одевал? Или там одежду там водолаза. Скажите, что, водолаз что ли? И мы видим, что Бог-то Он по-другому думает. Почему Он принял наш облик? Почему Он, Бог, смирился? Знаете, Бог нас не просто учит смирению, Он Сам смиряется. Он и есть это смирение. И это противоположность гордости. И если мы не смиряемся, у нас отношений не будет. То есть Бог Сам пришел на землю к нам. Сам Бог пришел на землю. Понимаете? То есть, насколько Бог Сам смиренная личность. Он пришел, чтобы... Для чего? Чтобы спасти нас. А почему? Потому что Он нас любит. Он, написано, доказал, Он показал нам свою любовь. И поэтому Бог это сделал из любви. Если мы не хотим смиряться, это говорится, что у нас нету Божьей любви. Правда? У нас нет Божьего понимания. И если этого не происходит, то не происходит и ничего другого, что Бог обещал, что оно произойдет, оно будет. И здесь мы читаем, что Он стал, как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. То есть, что сделал Бог? Он принял образ человека. У нас есть, как бы, свой образ, свое понимание. Вот я-то вот такой должен быть, а я вот такая должна быть, а вот он такой должен быть. И человек не хочет меняться, он не хочет принимать другой образ, и у него в жизни ничего не меняется. У него ничего не происходит, у него не происходит ничего хорошего. Почему? потому что он остается в своем образе в своем понимании но писание говорит что он принял наш образ бог принял наш образ а мы должны принять чей образ его образ вы понимаете и если мы не смиряемся мы его образ тоже не можем на себя принять потому что бог и гордость это несопоставимые вещи это день и ночь это свет и тьма но когда мы смиряемся а причем мы смиряемся как верою добровольно с радостью аллилуйя тогда в нас происходят перемены я вам не трудно говорю понятно все потому что вопрос смирения это всегда трудный вопрос и и мы знаете мы будем смиряться всю нашу жизнь что как только ты прекращаешь миряться ты прекращаешь меняться а когда ты прекращаешь меняться ты прекращаешь духовно возрастать вот почему многие люди где-то застряли на каком-то уровне они прекратили меняться они прекратили смиряться и меняться и образ остался не измененный но смирение она меняет нас в образ божий скажи на это аминь и вы знаете что интересно в то что что смирение, оно всегда человеку кажется каким-то унижением. А что бы я там перед кем-то унижался? А что бы я там перед кем-то смирялся? И это что? Это гордость, правда? Это гордость. И гордость, я еще раз скажу, Бог, они несопоставимы, они не могут быть вместе. И там, где гордость, там нет перемены к лучшему, там столько перемены к чему? К худшему. Но смотрите, что удивительно сказано, что когда мы смиряемся, Бог начинает действовать в нашей жизни. Бог начинает делать то, что мы сами не можем сделать. Удивительно, это наша часть смириться, а остальная часть уже начинает действовать Бог. И написано, поэтому и Бог превознес его. Аллилуйя! То есть Бог начинает тебя поднимать, Бог начинает двигаться в твоей жизни, потому что гордость и Бог, они друг другу противятся. Бог там не действует. И поэтому, если мы говорим об отношениях, да, любить там друг друга, помогать друг другу, мы сегодня об этом поговорим. Я начал со смирения, потому что если не будет понимания смирения, мы никуда не продвинемся. Мы никуда дальше не продвинемся, мы будем топтаться на одном месте, да. Почему написано, что израильский народ топтался 40 лет на одном месте. Слово «раптал», да, я вам говорил, оно переводится как «топтаться на месте». И поэтому у многих людей ничего не меняется, ничего не происходит в лучшем сторону, они топчутся на месте. Но когда ты начинаешь смиряться, то есть ты понимаешь, как действует Бог, Бог начинает действовать. Аллилуйя! И твоя жизнь, и твои ситуации, они начинают меняться. Скажи «слава Богу!» Аллилуйя! Поэтому Бог, знаете, это Бог отношений. Но отношения всегда из-за чего портятся? Из-за чего портятся отношения? Скажите мне на раз-два. Они портятся всегда из-за гордости, что кто-то сказал, кто-то подумал, кто-то то, кто-то это, и все, и нет отношений. Но Бог, Он приходит сюда, на эту землю, Он пришел на эту землю, и сейчас Он действует здесь, чтобы мы могли уразуметь, уразуметь, да, волю Божию, план Божий, для того, чтобы изменения, они были действительно частью нашей жизни. И для этого нам нужно смирение. Скажи, для этого нам нужно смирение. Потому что если у нас не будет смирения, если у нас не будет смирения, у нас не будет понимания, кого? Бога. Потому что Он говорит, если вы не смиряетесь, у вас нет того же понимания, что у Иисуса Христа. И вы не сможете исполнить волю Божью. И Бог не сможет вам помочь, то есть поднять, вот превознес, Это значит, Бог поднял его. Бог превознес его, написано, превыше всякого имени. То есть Бог говорит, что твоя, так сказать, жизнь, она не будет идти вверх, если она не пойдет вниз. Потому что смирение, это как будто кажется, что вниз. Но на самом деле это вверх. Аллилуйя. Слава Богу! Мы еще коснемся одной вещи. Итак, написано, что Он его превознес. Бог дает тебе награду. За что? За смирение. Он начинает действовать. Он начинает благословлять тебя. Аллилуйя. Еще один важный момент, который я не могу не затронуть, чтобы говорить дальше об отношениях, это 1 Коринфянам 13 глава, известная как глава любви. И вы все ее прекрасно знаете. Все эти места Писания, они всем нам известны. Но смотрите, о чем здесь говорит апостол Павел. О чем он говорит? Он говорит о разных духовных проявлениях вначале. Помните? Я там могу языками какими говорить? Ангельскими, понимаешь, да? Я могу что? Пророчества, все тайны знаю. Я имею веру, я сдвигаю горы. Но везде идет в конце такое резюме такое. Но если нет любви, это все не имеет никакого смысла. Это все бесполезно. И вы знаете почему? Потому что порой нам хочется кого-то, опять же, из каких побуждений люди хотят там пророчествовать, они там хотят исцелять. Очень часто люди хотят из своих эгоистических желаний, чтобы вот увидели, какие они духовные, вот какие они вот такие, вот такие. Но Бог говорит, что если там нет правильного мотива, для меня, Он говорит, это не имеет никакого значения. И если мы, опять же говорю, мы изучаем Бога, мы изучаем Его сердце, Его мысли, чтобы понимать Его, мы должны понять, что ценит Бог. Понимаете? Если мы не понимаем, что ценит Бог, и мы этого не ценим, мы всегда будем в разные стороны идти с Богом. Он будет идти в одну сторону, мы в другую. Хотя мы будем кричать Бог, 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 но на самом деле мы не вместе с Ним. И что здесь написано? А здесь написано, что если у нас нет чего? Если нет Божьей любви. Понимаете? Поэтому без откровения о Боге, о Его любви, нам будет непонятно многие вещи, о которых Бог говорит, о которых Он хочет что-то нам донести, сказать. Потому что Он говорит, что если нет Его понимания любви, у нас ничего не получится. С кем прежде всего? С Богом. У нас с Богом ничего не выйдет. И у нас тогда и в отношениях ничего не выйдет. Потому что это Бог так устроил человека. Он создал его, чтобы его любили. Ведь всем нравится, когда его любят. Есть противники, чтобы Бог не любили, а ненавидели? Подойди после служения, мы тебя попинаем. Знаете, это вложено Богом в каждого человека, чтобы его любили, чтобы его принимали, чтобы к нему хорошо относились. Правда? Или нет? Но почему мы это хотим только по отношению к себе? Потому что если мы хотим только по отношению к себе, у нас не произойдут перемены. Но Бог хочет научить нас, чтобы это было, конечно, и к тебе, но и по отношению к другому человеку. И там написано, когда перечисляются все эти качества любви, там есть очень важная фраза, что любовь не ищет чего? Своего! Вот именно своего! А мы хотим, чтобы прежде всего мы искали своего. И когда мы зациклены себе, это эгоизм. И в этом нету Бога тогда. Понимаете, Бог, Он не эгоист. И когда мы эгоистичны, у нас не получается, и мы как бы ходим по этому кругу снова и снова, и опять ничего не получается. И думаешь, почему ничего не получается? Потому что Бог говорит, ты должен вникнуть в себя, посмотреть, что у тебя там происходит, и в Писание. И посмотри, что Бог тебе говорит об этом, об этом и об этом. И когда Он говорит, ты начинаешь это понимать, тогда ты начинаешь понимать, что ценит Бог. И Он говорил, что эти прибывают, все три прибывают, и вера, и надежда, и любовь, что? Но любовь из них что? Что? Больше? Или главней? Или важнее? Для кого прежде всего? Это кто пишет? Это Бог говорит нам. И Он говорит, у меня есть один главный приоритет. Если вы поймете этот главный приоритет, у вас все начнет меняться. Если вы не поймете этого главного приоритета, у вас так и будут проблемы, скандалы, непонимания. И там хоть за тебя замолись. Знаете, мы привыкли, иногда такое религиозное понимание, надо только молиться. Надо только... Но если ты не будешь менять мышление, ты хоть замолись, ты понимаешь? Что оно не работает. Потому что если у тебя голова не работает, то остальное не будет работать. И поэтому Писание много говорит об изменении чего? Мышления. Мышления. И когда мышление меняется, тогда и жизнь меняется. То, что делает счастливым твоего супруга, сделает счастливым тебя. Поэтому очень важно, что вы даете, и что вы получите обратно. Знаете, она как та добрая почва, что ты в нее посеешь, что там вырастет. Хотим ли мы сами меняться? И мы сказали, что меняться – это значит смиряться. Правда? Потому что там, где есть смирение, там есть Господь. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.